Саламу алейкум, арахмату и баракату, дорогой хазрат. Алейкум, арахмату и баракату, баракатикум. Наконец-то нам удалось установить устойчивую связь. Очередная подзарядка. Я с тэппетом начинаю, потому что понимаю, что, скорее всего, снова вам удастся тронуть очень глубоко наши сердца. Я, дорогой хазрат, сегодня очень хотел бы попросить вас затронуть такую тему, как безопасность и спокойствие людей, которые оказываются рядом с мусульманами. Почему? Потому что снова начинают пугать мусульманами. Идет наступление талибов, Средняя Азия взорвется, снова образ барадатых людей. Тут же разогревают страсти в Новой Москве, в Троицке. Появились патрули из частных охранных предприятий. Просто городские власти заключили договор с ЧОПами, в котором, оказывается, работают чеченцы. Вот шариат на улицах Троицка, вот опять мусульмане, исламофобия. И такое ощущение, что эти страхи никогда не кончатся. Как нам объяснить окружающим, что от мусульманин не может исходить никакой угрозы? Как так получилось, что борода и мусульманин оказались символом чего-то страшного? И, вы знаете, самое главное же даже не то, что нами пугают. Самое главное, что мусульмане в это поверят, что мы должны нести страх. Вот где появляется грозный, суровый мусульманин с бородой, сердца людей должны трепетать. И особенно кавказские наши братья этим злоупотребляют. И в российских городах позволяют себе вышагивать такими суровыми, я не знаю, на самом деле, чем они себя видят, такими несущими страх и трепет на улице российских городов. Как уйти от этого образа, дорогой Казахстан? Как объяснить нашим верующим, что внушение страха окружающим, не имеющим общего смысла? Бисмиллахи, рахмаму, рахмаму, ассалату, ассаламу, ана-набиинам, ана-анимам, ана-анимам, ажмайм. Шейх Руслан, может, наверное, комментарий пока отключить, чтобы не отвлекали, а потом в конце, иншаллах, кого брать, вопросы есть, иншаллах, можно позавить. Во-первых, мы знаем с вами, и, аль-хамду-лаго, как раз в области фауэх, то, что ма-касад шари'а, то есть, так скажем, ма-ксад шари'а, арабское слово, цели шари'а, цели, намерения, да, наша религия, шари'а, их пять. То есть, это то, что защита религии, защита потомства, защита разума, защита чести, защита жизни. Защита имущества. Да, имущество, да. Это, то есть, это обязательная, как бы, так скажем, цели нашей религии. То есть, и верующий должен прилагать все усилия, чтобы сберечь эти пять вещей, основных вещей. Дорогой Хазар, можно я поясню? Просто не все до конца понимают, что такое цели шари'а, ма-касад шари'а. То есть, это то, ради чего Всевышний не спасал нам свой закон. Ради чего он мусульманам дал жесткие правила, которых мы должны придерживаться. Не для того, чтобы пугать людей, не для того, чтобы наказывать людей, не для того, чтобы усложнить жизнь людей, а для того, чтобы защитить жизнь, честь, имущество, разум, религию. И эти законы, эти ограничения Всевышним даны нам только для того, чтобы защитить безопасность людей. И также мы должны понимать, что безопасность – это милость Аллаха. На это указал пророк Мухаммад, саллаху алейху ассаляму, и сказал То есть, тот, кто из вас проснулся здоровым в своем теле, в безопасности, у него есть, что покушать на один день, не на месяц, и на неделю, что сегодня он проснулся, есть, что положить в рот, покушать, то как будто Дунья сама преклонилась перед ним, расстелила ему свои крылья перед ним, она перед ним нагнулась, сказал пророк Мухаммад, саллаху алейху ассаляму, и здесь, саллаху алейху ассаляму, пояснил, то, что безопасность – это и есть такая обязательная вещь, составляющая. То есть, если он в безопасности, если у него есть что-то покушать сегодня, если у него здоровое тело, то как будто, аль-хамдулли, все, у него самый богатый человек в этой жизни, в этой Дунья. Также безопасность, оно, как бы, если посмотреть в Шариате, вообще, оно включает в себя много вещей. Это, то есть, безопасность по отношению к человеку, по отношению к мыслям, то есть, нужно оберегать плохого, чего-то, чтобы зашло в человеку голову. Также здоровье, свое тело, безопасность экономическая, социальная. То есть, все это то, к чему призывает наша религия. И дуа Ибрахима, алейхиссалям, в Коране, в сурате Ибрахим, где Ибрахима, алейхиссалям, попросил дуа и сказал, «Рабби, джааль хааза баладан амина, варзук ахляху минас самарат». В сурате Аль-Бакара. Такой же похожий ает есть в сурате Ибрахим. То есть, он попросил Аллаха, и сказал, «О, Аллах, сделай так, чтобы этот город Мекка, когда он был Ибрахимом, алейхиссалям, в Мекке, был безопасным, и после того, дай им самарат, то есть, в пустыне Мекка, там ничего не росло, и так же дай им плоды, чтобы они могли кушать». И здесь он «каддамал аммн аля ризг». То есть, он вначале просил безопасность, потом только уже попросил пропитание. Почему? Потому что если есть небезопасность, то пропитание не будет пользы. Так же, Аллах, субхану ва-те-Аля, защитил и ответил на его дуа, и сказал, То есть, неужто они не видят люди то, что я, то есть, после дуа Ибрахима, алейхиссалям, сделал так, что Аллахарам, местность Мекка, она «амин», она в безопасности. И отсюда человек, он должен понимать то, что это «асасиддин», то, что безопасность, опять же, возвращается в Кур'ан, то есть, человек много может что говорить, много может что думать, опираясь на свои мысли, на свои чувства, но так как мы говорим за религию Аллаха, субхану ва-те-Аля, мы должны возвращаться в книгу Аллаха, в Кур'ан и в сунок посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. И даже само слово «Ислам» взято от слова «салям», «мир». Именно дина инда Аллаху, поясню, религию Аллаха перед Аллахом, это «Ислам», то есть «мир». И когда верующий встречает, верующие говорят «ассаляму алейкум», «мир вам», то есть «авшу саляму байнакум», просто «саляму алейкум», поясню, «мир», не только на языке, то есть это будет человек, он будет лицемерить, если он улыбается и говорит «мир вам», но в душе он на языке, а в душе человеку не желает ему безопасности. И отсюда также Аллаху, это по отношению, сейчас могут люди подумать и сказать, это только по отношению к мусульманам. Нет, это по отношению к мусульманам, к атеистам, к другим религиям, к другим конфессиям, по отношению к растениям, по отношению к животным. То есть Аллах, субхану алейкум побуждает нам рассмотреть мир. И об этом гласит Коран. Аллах, субхану алейкум, не запрещает вам по отношению к тем, то есть вообще в общем взяты люди, которые, первое, не начали с вами воевать из-за вашей религии. Второе, не изгоняет вас из ваших домов относиться к ним справедливо, с добром. Поистине Аллах, субхану алейкум, любит справедливость. Аллах, субхану алейкум, побуждает нас относиться справедливо и с добротой по отношению ко всем людям. по отношению ко всем людям. А там уже, если, например, во время войны и так далее, там уже это другой вопрос, когда человек воюет с тобой, когда он тебя изгоняет за религию. Вообще, в общем, он должен ко всем относиться со справедливостью и относиться с миром. Также к животному пророк Мухаммад, субхану алейкум, сказал, что женщина попала в ад, которая молилась, спастилась, но однако она заперти, держала свою кошку, и за это она попадает в ад, сказал пророк Мухаммад, субхану алейкум, ассаляму алейкум. Поэтому пророк Мухаммад, субхану алейкум, даже по отношению к своим врагам, когда была фетха Мекка, когда был открыт Семейки, что он сказал? Мандахаля дара аби сухьян, фагу амин, ва мен аглякабаба, фагу амин. По отношению к тем, которые воевали с ним, которые убили его сподвижник, убили его. Кто был в Абуссуфьян, кто был в Абуссуфьян, Кто закрыл свою дверь, он в безопасности. В мечети Аль-Хараму он в безопасности. То есть и даже один из сахабов, то есть настолько у него была обида по отношению к врагам, то что когда он зашел, сказал, сегодня день пролития крови. Порок Мухаммад, это не понравилось мусульману. Кто сказал это? Нет, сегодня день прощения. Поэтому тот, кто говорит, что мусульманин, он опасный человек и так далее, тот две вещи. Или человек не понимает, что такое ислам. Второе, он увидел где-то, где какой-то, так скажем, с бородой или мусульманин, повел себя неправильно и по одному человеку судит всех мусульман. Невозможно по одному человеку судить нацию, по одному человеку судить религию, по одному человеку судить общество. Мы сейчас не смотрим, как на человека, как на мусульман, смотрим на ислам. К чему побуждает ислам? И вот отсюда, Возвращаемся к религии Аллаха Субханава Та'ала. 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 И это становится гордостью, это становится образом поведений целого поколения. Что ну вот так должны жить об,, попирая права других и попирая правила поведения, которые приняты в этом обществе. И при том эти бородатые ребята ходят в мечети и говорят, эти правила дорожного движения придумали в хаффе. Почему мы должны их соблюдать? И они платят за это жизнями, своими жизнями платят, жизнями своих близких платят. Вот здесь на трассе Ростов-Баку, которая соединяет крупные российские мегаполисы с столицей Азербайджана. Постоянно напряженный трасс и постоянно насмерть аварий. Именно вот из-за такого отношения к жизням, безопасности других со стороны молодых мусульман. Если они свою жизнь не ценят, то какое они имеют право покушаться на жизни чужих людей? Я просто еду в машине с детьми, с семьей. Я знаю огромное количество ответственных отцов, глав семейств, которые с ужасом смотрят на то, что творится на дороге. Потому что понимают, что это торпеды, это живые торпеды, которые летают, попирая все понятия просто обуважения к безопасности, к жизни других и абсолютно не имеющие страха пред Всевышнего. Поэтому, дорогой Хазрат, сегодня мы эту тему подняли не зря, она на самом деле наболевшая. И это ложное представление о том, каким должен быть мусульманин, оно покалечило тысячи жизней только при нашей жизни, только при нашей жизни. Я бы хотел добавить чейху Руслану, очень, конечно, печально. Но часто бывает то, что славится даже на саудийских шейхов и так далее. Я хотел бы сейчас в эфире сказать фетву чейха бин Базин, рахмаллах, муфтия, Саудз-Карави, который был. Он сказал тогда, кто в Саудз-Карави 90, превышение скорости, это уже больше. Если там бывает у нас 60, то самая большая скорость была 90, потратить 120. Если кто превысил скорость 120, попал в аварию, он умер самоубийцей. И я тебе там тоже забрал. Это не законно 120, не из Курана, не из Сунны. Но это, опять же, указывает на что? Указывает на неграмотность человека, неграмотность. То есть он не может разделить вот эти вот тонкости. Поэтому, как бы, это опять же минальджахль, из-за невежества человека. Поэтому, субханаллах, мы призываем молодежь, я вот хотел бы сказать, молодые, аль-хамдул-люлзи, это шабабу-ль-умма, кувату-ль-умма, это силы нашей уммы. И алейкум бель-ин, берите знания. Религия не строится на наши мускулы, религия не строится на наши чувства, на я, на это. Это гордыня, это высокомерие. А высокомерие, это под ногами людьми, пророк Мухаммад сказал в Судный день. И высокомерие прежде только Аллаху, субханаллаху атеаллаху 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 ате нету ни в Коране, ни в Сунии, все это, что это, вот это вот, вот это поведение, это из джагилия, это из джагилия. Субханаллах. Ислам, это не образ человека, а это дела, это иман и так далее, ахамдуллах. Да, Шихна. Две мысли хотел я уточнить. Первое, то, что вы говорите по фатвия, да, о том, что превышение скорости выше 120 на трассе было приравнено, точно, на убийство. То есть этих молодых людей в случае гибели к ним применялся внуком полностью как к самоубийце, то есть его не хранили, его... Его хранили, как бы, в этого ученых было их ичтегат, потому что сказали, что вот это вот есть общее правило. И кто 120... Опять же, Аллах, спрашивайся, обладатели знания, если вы не знаете, имейте в виду, то, кто строил дороги, он знает, например, тут сколько нужно прибавить, тут сколько... Это обладатель знания. Когда у нас живот болит, мы не говорим, там, это как вот, не идем к имаму, там, и не идем к шейху, чтобы он лечил, там, да, идем к врачу. Он обладатель знаний в этом вопросе. Машина сломалась, и он обладатель знаний в этом... Тут тоже, как бы, ученые остановили, что вот здесь вот такая вот грань 120, больше нельзя обладателем знаний в этом вопросе. И еще ряд нас, что требует прислушиваться к этому, к обладателям знаний. И кто превысил это, он вышел из этого, и сам себя, как будто сам на себя накладывает петлю, сам себя убивает. Потому что здесь это безопасно, здесь, посмотри, здесь нельзя так превышать. Если видно 60, значит, здесь нельзя... Здесь школа, значит, здесь еще что-то. Это все же изучаете, и так далее. Не просто так ставятся вот эти правила. И человек, если там... Он умирает, он... Какому вот самоубийцу? Он сам себя кинул в гибель. Это, ну, знаете, например, то же самое, например, если взять, к примеру, человек живет на первом этаже, он может, например, там, с окошка спрыгнуть, там, ничего с ним случится. Но человек с девятого этажа, то же самое прыжок сделает, с ним случится. То же самое здесь. То же, тут с девятого этажа спрыгнул это самоубийца, считается. Сам себя, он себя кидает в уничтожение. Да, да. Барак Лафикум, поэтому... Да, да. Скажите, расскажите, Хазар. Барис, говори, Барак Лафикум. Доскажите. Да, и я хотел... Я почему затрагиваю... Да, 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 скажите, расскажите. Я вас слушаю. Субханалла, уже второй разный этот человек. Хазар. Я, Аллах, вы более знающий, Хазарат, мы сейчас просто вне с эфир будем друг другу выступать. Завершите, пожалуйста, поскольку я вас слушаю. Я бы что хотел еще... Мы все, Аллах, должны понимать, чьих русла, братья и сестры. Мы все должны понимать то, что это безопасность. Это великая, великая, субханаллах, милость Аллаха, когда человек живет в безопасности. Представить, человек сейчас бы жил, мимо него тут пули летели, тут змеи ползали, или еще что-то. Тут бы там ракеты падали, субханаллах. Это наши дедушки, когда говорили, мой дедушка, рахмаллах, про Вторую мировую войну. Он уже в старческом возрасте, 90 лет, много что забыл, но эти секунды войны он не забывал. Когда вот и без него не было безопасности. И плакал, и просил, прошу Аллаха, субханаллах, чтобы он вам не показал это, вашим детям не показал то, что он пережит. И, субханаллах, человек не должен сам это себе создавать проблемы, не должен создавать себе некую такую вот тревогу. И, субханаллах, безопасность – это составляющая религии. Это то, к чему призывает наша религия. И человек, аль-хамдуллах, это то, от его языка, от его руки, по отношению к другим, только исходит в безопасность. И, аль-хамдуллах, когда даже наши соседи, они такие, аль-хамдуллах, мы видим, что они стремлятся к безопасности, чтобы была везде безопасна. Нам тоже безопасно от этого, аль-хамдуллах. То мы тут тоже вот это вот, мы это можем прочувствовать. И чтобы было по отношению к нам, в первую очередь, от окружения, безопасность, я бы хотел опять ссылаться на аяты Кур'ана, упомянуть несколько вещей. Первое. Должна быть у нас вера в наших сердцах. Аллах, субханаллах, в Кур'ане сказал, Аллах, субханаллах, в Кур'ане сказал, Аллах, субханаллах, в Кур'ане сказал, Аллах, субханаллах, в Кур'ане говори, Субханаллах говорит, тем, которым Аллах субханаллах даст утвердиться на этой земле, это те, которые устраивают молитвы, выплачивают закат, призывают к благому, и взывают от порисаемого. Также нужно благодарить Аллаху, субханаллах, если мы хотим безопасность, Аллах приводит пример в Сурат-Нахль Одно из сел То есть у них была безопасность, был риск Очень много было припитания, было удела Они жили в безопасности Потом они перестали благодарить Аллаха И Аллах все обратно перевернул То есть забрал, они начали жить в голоде Это за то, что они и в страхе За то, что они совершили То есть за то, что они не благодарили Аллаха За милости Если человек не благодарит Аллаха за милости Это тоже причина, что он будет жить в страхе Безопасность Аллах заберет от него Также должно быть Люди должны вместе жить То есть верующие должны быть вместе То есть не должны разделяться Единство, ребят. Да, на джамаат. Ты сейчас заходишь, это с такого направления, это с другого направления, это так, это так, это так, это того ругает, мы правы, вы в аду, мы в раю, и так далее. Это не должно быть. Должны быть секторы. Ла, Илях, на Аллах, Мухаммад, на Расуллах, должно быть вахда тусаф. Должны быть все вместе. Поэтому, пророк Мухаммад, салаллаху, сказал, алейкум бильджамаа, фаиннама якулю вебмин ганамин аль-касрия. Будьте вместе с джамаатом. Поистине, волк кушает вера, благие деяния, вера в Аллаха, субханаллаху, сильная. И вера, она не должна быть, вот, как мы до этого сказали, там, вот, я там, это, не это вера. Вера, это твоя сильная вера в Аллаха, это поклонение. Хорошо. Показывается твоим деянием, твоим охляком, твоим нравственности. Сила, уважаемые братья и сестры, это, а еще раз я повторюсь, это не в образе. То есть, сколько мы видели, субханаллаху, человек и все представляют такого мощного, субханаллаху, но внутри он может быть другой человек, который более сильно верит, поменьше его ростом и худеет, он намного сильнее, чем этот человек. Поэтому она должна быть в духе, и сила она проявляется в чем? Когда у человека нравственность есть, когда человек, аль-хамдуля, живет, именно следует Курану, следует Сунны, не следует своим страстям, не следует своим эмоциям, а именно знать, что есть Создатель, есть закон его, субханаллаху, и ему я подчиняюсь, я именно хочу делать так, как он хочет, не как я хочу, не как я, а как Аллах, субханаллаху, и приказы. Поэтому, субханаллаху, и сказал, кто был верующим, творил благие деяния из мужчин или женщин, то ему мы дадим прекрасную жизнь, красивую жизнь, безопасную жизнь, и дадим им награду за то, что, за все, что они делают, Баракал. Это что я хотел сказать, Баракал. Сначала. Баракал. Дорогой Хазар, хотел некоторое уточнение. Большое количество верующих, особенно молодых, когда слушают проповеди, воспринимают их как что-то такое правильное, но отвлеченное от реальной жизни. Как это отражается в нашей жизни? Мало кто может для себя представить? Вот вы приводите примеры, что Аллах Всевышний может тех, кто не благодарит его, тех, кто не следует законам справедливости, может опрокинуть их состояние, может ввергнуть их в учту, в тяжелые, тяжкие испытания. Яркий пример, Субханалла, вот для кавказских мусульман, для молодых. Яркий пример — это наши все министры и олигархи кавказские, которые оказались за решеткой. Сколько лет они жили, расхищая бюджетные средства и проявляя горделивость, попирая права, законные права обычных людей, жили припеваючи, как в один момент, а жизнь у них казалась устроена теперь на долгие годы вперед, в один момент для них все изменилось. У них отбирают в пользу государства их несметные миллиарды, их сажают в тюрьму, и весь Кавказ наблюдает за тем, как некогда хозяева жизни на Кавказе, которые людей не чувствовали, давили их машинами, переезжали людей и спасались от преследования правосудия, подставляя вместо себя какого-то бедолагу водителя. Они могли что угодно творить, отбирать землю, отбирать имущество, расхищать бюджетные средства, и вместо того, чтобы хотя бы людям начать помогать, они с презрением относились к этому. И сегодня молодежь видит, как Аллах Всевышний опрокидывает. Молодежь видит, как Аллах Всевышний этих «хозяев жизни» просто подвергает тяжелейшим воспитаниям. Наша жизнь может в любой момент перевернуться. Если мы не будем достаточно благодарить Всевышнего в состоянии, когда Всевышний даровал нам свою милость, во временное пользование даровал нам блага этого мира, если мы не будем его благодарить, он может в любой момент это изменить. Это первое. Второе. Почему я затрагиваю сегодня эту тему безопасности? Почему я затрагиваю тему того, что мусульмане срослись с этим ложным образом? Нам навязали образ «вы страшные, вы пугающие, вы ломающие сердца, вы внушающие ужас на улицах мирных городов». И молодежь в это поверила. Понимаете, этот образ отвращает от ислама тысячи, десятки тысяч людей. Отвращает тех людей, которые могли бы прийти к нам, могли бы усилить нашу религию, нашу общину. Мы десятки тысяч людей пугаем, отталкиваем от себя. И потом мы удивляемся, почему мусульмане в таком положении? Почему наша община самая необразованная? Почему наша община самая слабая, разобщенная? Да потому что мы каждым своим шагом отталкиваем десятки, сотни тысяч людей, которые могли бы прийти и сцементировать, укрепить нашу общину, принести ее в новый профессиональный уровень, вывести ее на более высокий уровень развития. Этих людей сегодня нет с нами, потому что мы на протяжении последних 30-40-50 лет только пугаем. Мы пугаем окружающее общество своим поведением и считаем это своей особой гордостью. Да, мы вот такие, мы жесткие, мы брутальные, мы вот такие, мы будем всех ломать. И еще одно важное замечание, дорогой хазан. Понимаете, мы забыли, что такое сила смирения. Вот то войско мусульман, которое заходило в Мерку, как они заходили? Кичливо, горделиво, вот так сверкая глазами, пугая окружающих жителей Мекки, вот сейчас мы с вами вот так вот, как они заходили? Суханалла. Опустив свои взоры, опустив свои головы, боясь посмотреть на людей, которые окружали их. Понимаете, это смирение перед Господом, страх перед Господом, трепет перед Господом и перед людьми, он несет в себе гораздо большую силу, чем попытки напугать людей своим поведением, своей агрессией. Вот это смирение, это то, чего не видел этот мир. Это то, от чего на самом деле меняются сердца людей. Не от того, что вы напугаете их там в этот момент, вы запугаете жителей там города, я не знаю, на улицах напугаете кого-нибудь. Все равно этот страх вернется к нам, вернется еще более тяжелыми испытаниями от силы, что... Но сила смирения, с которой мы должны приходить на улицы городов, опуская взоры, проявляя послушание во всем, чего должен придерживаться мусульманин, требования своей религии, правил поведения в обществе, правил поведения на дороге, как высочайший образец смирения, высочайший образец послушания и взаимной помощи, то, о чем забыли мусульмане. Мы зачастую говорим, ну ладно, я же не трогаю соседей, мне этого достаточно, я не трогаю этих соседей по городу, мне этого достаточно, меня тоже оставьте в покое. Но мусульманин же должен нести больше, он же должен постоянно этим людям пытаться принести еще больше успокоения, еще больше мир, еще больше удобства, комфорт, чтобы сердца людей растворялись просто в этой милости, которую несет мусульманин. Вот этого образа нет сегодня, понимаете, его катастрофически не хватает. И от того, что нет этого понимания миссии мусульманина, насколько он должен быть великодушным, благородным, несущим смирение, комфорт, удобство, заботу об окружающих людях, какой бы религии они ни были, да пусть они даже атеисты, это то, с помощью чего мусульманин становится причиной преображения сердца, смягчения сердца и прихода людей к пониманию истины. В этом кроется причина того, почему мы в таком сегодня бедственном положении. Это мое личное мнение на основе анализа ситуации в странах Европы, в российских городах, на Кавказе, в Поволжье. Может быть, я ошибаюсь, да, ладно, я простит, мне мои приключения. Хотел напоследок спросить ваше мнение по этим наблюдениям. И на самом ли деле они имеют такое значение, как я пытаюсь здесь? Субхану, вы очень правильно говорите. Аль-Хамдур, пускай Аллах услышит. Я хотел бы к молодым братьям обратиться. И к самому себе, в первую очередь, и так далее. Аль-Хамдур, вот эти примеры, которые люди... Я как бы не политик, но я в общем возьму, как бы скажу, если человек, например, забирает у другого то, что ему не положено, и так далее. Аль-Хамдур, что Аллах, Субхану, в этой жизни их еще остановил, их там, кого-то там, например, скажем, посадили, кого-то там, у кого-то забрали, все это. Аль-Хамдур, что Аллах, дал им возможность тут еще тормознуть, задуматься, передуматься. И, Субхану, ва-ля азабу ахирати ахзя ва-акбар. Наказание Аллаха в сегодняшний день намного сильнее, намного тяжелее. Аль-Хамдур, что в этой жизни человек, если Аллах дал ему, забрал что-то, дал ему возможность задуматься, остановиться, это великая милость тоже по отношению к этому человеку, который забирал чужие имущества, который обижал других и так далее. Но если после этого не задуматься, тогда Аллаху амин, сейчас вот даже коронавирус, Субхану Аллаху, сегодня человек здоровый, к вечеру он в постели, а послезавтра уже может даже не вернуться. Это должно быть, аль-Хамдур, великим для нас примером, чтобы еще у наших сердцах было мягче, чтобы задуматься побольше о жизни и так далее. Также хотел бы обратиться вот к этим вот образом и сказать, в Аллахе, в Аллахе азим, в Аллахе азим, в Аллахе азим, вот этот образ, который говорится, мы такие, вот это ислам, мы забираем, это не ислам. И кто говорит, что это ислам, пускай привезет Далили с Кур'ана и Сунни, это джахилия. А Кур'ан и Сунни это мир, аль-Хамдур, посланник Аллахе азим, вот вы приняли пример во время открытия Меккия, как себя вел, во время джихада, как себя вел, его вся жизнь, вот это вот пример для нас, инна лакумфи, расуле лакудуту, хуссана, для вас посланник Аллаху азим, красивый пример. Следующая религия наша Амана, это ответственность, братья и сестры, это ответственность, то есть мы должны, мы как бы показываем, мы представители религии Аллаху субхану азим на его земле, поэтому нас смотрят, не судят о нас, а судят об исламе, какой ислам, какая религия, поэтому мы должны понимать, то что мы не за себя отвечаем, мы на нашу религию, это великое ответственность на наших плечах, и мы должны показывать, такая какая у нас есть религия, аль-Хамдур, я бы хотел так же сказать, чтобы побольше знаний нужно брать, нужно, не опираться на чувствах, не опираться на, на разуме, религия опирается на конкретном слове, в Севышний Аллаху субхану на далили, в Коране и Сунне, поэтому, всем нам просить наши грехи, нам понимание в религии, чтобы мы показывали красивые примеры, и верующий, он человек, он сильный человек, но опять же, сил у него где? В его разуме, в его духе, в его следовании, Сунне пророка, не так, как хочется человеку, а как хочет, как Аллах хочет, и как его послание. И, иншаллах, если мы будем возвращаться вот в этих вопросах, когда мы будем возвращаться в книгу Аллаха и Сунне, тогда, الحمدلللہ, будет мир на земле. Не будем возвращаться именно в Коран и Сунне, тогда будет мир на земле, иншаллах. Барак Аллахи. Жزаку Аллах. Это доняя короткая. Живет и тот человек, который пугает других, и своим пользуется, то, что он здоровее, или еще что-то, или своим там, пользуется авторитетом, или свое-то. Хотел бы таким людям тоже обратиться сказать, спугайтесь сколько хотите, но знайте, что вы вернетесь к Аллаху. И то, что Аллах справедливый, и то, что Аллах спросит, все мы будем спрошены. И, субханаллах, ни один притесненный человек просто так, Аллах его не оставит. Аллах даст возможность, иншаллах. И Аллах будет спрашивать, Всевышний будет спрашивать, побойтесь тот, кто видит нас, побойтесь тот, кому мы поклоняемся. Барак Аллахи. Барак Аллахи. Барак Аллахи. Барак Аллахи. Барак Аллахи. Барак Аллахи. Напоследок, просто подчеркну ваши слова. Мы сегодня не призывали мусульман к исламу. Мы призывали мусульман к силе. Но, будучи сильным, став сильным, еще большей силой является смирение. Вот эту силу усмирить перед Господом ради того, чтобы люди ощущали ощущали ваши хорошие, ощущали то, что вы хотите их защитить, то, что вы можете их защитить, то, что вы можете гарантировать безопасность, которая не нуждается. И вот это является проявлением еще большей сил, когда вы, обладая возможностями, и в том числе ЧСМИ, и в том числе, допустим, экономическими, политическими, военными, вы обладая всеми этими возможностями, вы усмиряете свои страсти, вы подчиняете их Господу, вы подчиняете их требованиям, шариата требованиям закона, подчиняете и говорите людям, не бойтесь. Это вся сила не для того, чтобы вас защитить, а для того, чтобы вас защитить. Вот этого образа мусульманины, сольких, хазанья Васильевскому подарили солький смехфир, просто снова разберегили под души и сердцем свои наставления. Ахамдуля. Из этих наставлений вообще уже полноценная жизнь, представляется. Баракалайя. Аллах, сей уж ты, да, ты, да. Аллах, сей уж ты, да, ты, да. Саламу алейкум. Баракатуму. Алей, саламу алейкум. Баракатуму.